Мы не должны вообще ничего иметь общего с сегодняшним русским нацизмом. После того, что дело руководства Российской Федерации, у нас уже нет общего прошлого. У нас есть только разное будущее. Они себя ведут хуже, чем фашисты во время Второй мировой войны. Сейчас воюем с русским фашизмом. Вектор развития у нас должен быть, безусловно, европейский. У нас с Россией нет уже общего прошлого. Они его стерли. Стерли тем геноцидом, который они проводят сегодня над нашей страной. У нас есть только разное будущее. Наша доблестная украинская армия дала надлежащий отпор. Наши бойцы смогли отогнать врага примерно на 50 километров от Криворова. Мы гордимся, я лично горжусь, тем, что Владимир Александрович Зеленский наш земляк. Президент сегодня является во многом символом воюющей страны. И ведет себя очень-очень мужественно. Российская пропаганда, русские, значит, создали религию, можно сказать, с Дня Победы, с 9 мая. И я в этом году буду праздновать День Победы 8 мая вместе с Европой. Я не хочу, чтобы ничего общего у нас было с этим Оркостаном. Я уверен, что вся Украина, в том числе и весь Юго-Восток, будут праздновать День Победы 8 мая. Это враги, которые вторглись на нашу родину. Я лично считаю, что война быстро не закончится.